Спасти себя и спасешь других, таким должен быть метод. Самозабвение – это еще одно явление. Самопожертвование и самозабвение. Каково различие между этими явлениями? Христиане, христианские ученые, говорят, в случае Сократа был случай самопожертвования, а в случае Христа мы имеем дело с таким явлением, как самозабвение. Самопожертвование. Самопожертвование ради кого-то или ради чего-то и то и другое явление связано с обществом. Самопожертвование – жертва собой ради кого? И самозабвение – опять же нечто в этом роде, ради блага других. Забыть себя, самозабвение ради других, в интересах других людей. Они говорят, что самозабвение – более высокое явление, говорят христиане. Самопожертвование. Самопожертвование может закончиться так же и Майвадой, привести к Майваде – растворение в Брамхе, Брамане. Но Гейта открыла позитивный смысл этого. Он входит в Меня. Человек покидает мир заблуждения и входит в мир истины, в измерение истины. От эгоизма к интересам центра – это обозначается словом «тат», от эгоцентризма к богоцентризму. Эгоцентризм, эгоизм есть майя, заблуждения, провинциализм, частные интересы, провинциальные интересы. Кам и прем – два противоположных явления. Концепция центра не есть абстракция. То, что присутствует в следствии, должно присутствовать в первой причине. Но следствие – это искажённое отражение, неправильное отражение, даже не тень. Но отражение ниже тени. Тень непосредственно связана с оригиналом. Конец части А и начало части Б. Мы страдаем от этого. От такого рода концепции представления. И мы должны стараться избавиться от этого ложного представления. Всё искажено, ложно понято, истолковано в ложном свете, и всем злоупотребляют. Мы находимся в гуще этого злоупотребления, искажения и заблуждения. Это наше реальное положение. Что мы можем поделать? Никто не хочет быть жертвой заблуждения, ошибки. Жажда истины, истинного представления о природе вещей – это наше внутреннее богатство, врождённое богатство. Мы не в силах этого избежать. Мы хотим быть свободны от ошибки, от заблуждения. Это наша природа. Поэтому от лжи к истине. И это в абсолютном смысле мы должны принять целостный переход от ложной концепции к подлинной концепции, тотальный переход. Такой должна быть наша компания. Ведическая мантра Мопанишат говорит от ложного представления к истинному представлению, от воинствующего отрицания истины к её полному принятию. От тьмы, из тьмы, выведи меня в свет, от невежества, приведи меня к знанию, к ведению. От уничтожения, гибели, смерти, от конечного бытия, приведи меня к бесконечному. От смерти к жизни. Или от горечи, избавив меня, приведи к сладости. От разрушения, гибели, к вечности. Амритам означает очень сладкий, от горечи, от страдания к экстазу. В целом такова наша природа, мы не в силах этого избежать. Кто? Брахмананда. Кто? Брахмананда, да. О, Брахмананда. Он пришёл отсюда или? Да, отсюда. Вчера письмо не приходило? Вчера был праздник, да? День рождения Иисуса Христа, Рождество, вчера. Очень трогательный идеал, привлекательный. Иисус, Он явил идеал самозабвения ради блага других. Столь выдающаяся, поразительная жизнь. Чарующая. Фундамент теизма. Он дал фундамент, основание теизма. Теизм столь необходим, потребность в нём столь безотлагательна, что мы можем отвергнуть даже саму жизнь. Это явление настолько реальное. Загробная жизнь, наша вечная жизнь настолько реальна, что мы можем пожертвовать, пренебречь всеми ресурсами этой жизни. Он даёт основание, фундамент. Фундамент теизма даёт Христос. Он призывает не заботиться о любых достижениях этой жизни, но стремиться к жизни в высшем мире. Это и есть фундамент, крепкий фундамент, пренебрегая всеми чаяниями этой жизни. Поскольку у этой жизни есть нечто незначительное, я покажу вам, моим примером. Это реальность, эта жизнь. Тривиальна, мелка, та реальность. Возвышена и свята. Жертва, самопожертвование. Мы можем молить о большем достижении, лучшем. Он показал определённый стандарт, насколько цена та жизнь в духовном мире, насколько незначительна эта жизнь. Подобные примеры обеспечивают базис, фундамент сладостной жизни после смерти, жизни в вечности. Есть душа и есть интересы души. В интересах души мы можем пожертвовать телом, отвергнуть его, пренебречь. Такого рода теистическую идею мы получаем от Христа Иисуса. Христа. 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 Среда, в которой живёт душа после смерти. В этом состоит вопрос. Бог Отец, Бог Дух, Святой Дух и Бог Сын. Это идея близка к идее Бога как к Гуру, а Бог, Святой Дух, это нечто вроде Брамхи, Брамана. Тогда как Бог Отец, идея очень близка к идее Нарайаны, Творца, Доброжелателя, Нарайана. Нечто вроде Нарайаны. В христианстве не находится места концепции Брамы, Брамана, концепция Гуру, концепция Бога-творца. Христа. 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 Когда наша первая группа проповедников отправилась в Англию, то… Как это называется? Падри. Священник? Священник. Да, священник. Один священник заметил, заявил, Мадуро-раса также присутствует в Библии. Она упомянута. Говорится, что была группа христиан, принимавшая Христа в качестве жениха. И это параллель. Мадуро-раса. Христос как жених, небесный жених. Каков ответ на это замечание? Но ответ был дан. Сын Кришны не есть Сам Кришна. Если мы это принимаем в расчет, то этого нет в центральном учении Библии. Бог-Сын. Сын Бога. Связь с Ним. Это связь с Сыном Богом, но не с Богом, как таковым. Такого рода раса присутствует. Объясняется. Нечто приходящее. Непостоянный обитель. Обитель Бога-супружества. Ясная градация, идея градации, когда речь идет обо всех параферналиях, иерархии, ватсалия, сакхиа и так далее. Все это отсутствует в христианстве. Лишь косвенное упоминание этих реалий. Отсутствует систематическое последовательное изложение идеи Бога-супружества. Христианство не дает ничего подобного. Смарта. Школа Смарта. Последователи этой школы также принимают Кришна-лилу. Но Кришна... Конечно, они говорят, Кришна — это определенная форма Бога, Его в риндаванская лила истина, но она происходит по эту сторону бытия, по эту сторону Браммы. Сатва-гуна, не ниргуна. Таково их представление о последователе школы Шанкара. Школа Шанкара также признает Кришна-лилу. Многое. Но с их точки зрения Кришна-лила происходит в области заблуждения. Это легкая степень заблуждения, но все же это заблуждение. Двойственность, множественность, с их точки зрения, есть заблуждение, ложное представление. Псевдореальность удаленно от единства, концепция единства. И концепция единства... Единство в своей точке зрения есть нечто недифференцированное, неразличимое, нечто. Состояние похоже на состояние сна без сновидений, глубокого сна. Это единство, а не систематическое, органическое целое, единый организм. Не гармоничное единство. А гармоничное единство, единство в гармоничном многообразии. Абсолютная концепция. Это лишь в школе вайшнавов подобные идеи. И здесь также мы видим Раману Джамаду Ачария, Нимбарка, Вишну Свами описывают органическое целое. Они говорят о целом как об органическом целом. Панантеизм Гегеля. Панантеизм, перфекционизм. Концепция единого абсолюта, предстающего как организованное целое. Панантеизм и панантеизм. Пантеизм это нечто близкое к Нирвишеш, идее Нирвишеш. А панантеизм это нечто вроде Вишишта Адвайта Вады Рамануджа. Похожие явления, не тождественные, но похожие. Перфекционизм. Позитивные и негативные. Обе стороны существуют. Обладая собственной природой. Обусловленное и необусловленное. Ограниченное и безграничное. Конечное и бесконечное. Безграничное недостаточно. Должно быть и ограниченное начало так же, тогда это абсолют. Безграничное не полно, но безграничное плюс ограниченное. Обусловленное и безусловно. Оба эти начала образуют то, что зовется абсолютным. Позитивное и негативное. Но Майя, Бхагаван и Майя. Майя есть необходимая часть Бхамхи, но она находится на противоположной стороне. Необходимая часть. Но решение буквально Махапрабу, указание Махапрабу таково. Он говорит, что в Майе нет абсолютной необходимости. И без Майи царство Кришны может существовать во всей Своей полноте. Но все же она есть, но в очень тонкой форме, нитя. Но иногда Майи может не быть. Это возможно. Возможность Майи вечная. Возможность заблуждения. Но мир заблуждения необязательно вечен. Иногда его может не быть. Все тюрьмы могут быть очищены, опустошены, но возможность тюрем, тюремной системы остается. Но в практическом смысле тюрьмы могут быть закрыты на какое-то время. На какое-то время. Но возможность остается, она вечная. Нечто в этом роде. Махапрабу говорит, человек, который является хозяином кроров сотен миллионов камадхену, волшебных коров, дающих сладкое молоко. Владыка, хозяин, кроров, коров, что значит для него потеря одной козы. Майя подобна этой козе. А сварупа-шакти, лила, происходит в царстве Бхарго в сфере сварупа-шакти. Она полна в себе. Это лила. Продолжение следует... Необходимо обратить внимание на один ключевой момент. Чистота зависит от того, насколько наши действия преследуют интересы Центра. Этот критерий, мы должны обратить на него внимание в высшей степени. С великим вниманием. Что чисто? Что есть симптом чистоты. Насколько любое действие удовлетворяет Центр. Настолько оно чисто. Чистота зависит от этого. Все остальные условия тщетны, буквально. неактуальны. Насколько искренне мы ищем чистоту, настолько наше состояние улучшается. Никакой другой закон не приложим здесь. Если ты попытаешься использовать свои юридические представления в данном случае, то это будет тщетно. Такова позиция гопи во Вриндаване. они направляют внимание исключительно на Центр. Они стремятся к его удовлетворению. Любой ценой идя на любой риск и от того величия их положения. Поэтому они столь велики. Никакого закона, никаких иных соображений. если какие-либо иные соображения туда проникают, то произойдет отклонение от их позиции. Есть только один критерий для них. Насколько нечто удовлетворяет Центр. Когда Дрон Ачарья обучал Кауравов и Пандавов, включая Арджуну, он обучал их Астра Видя, как это назвать? В данном случае это искусство стрельбы из лука. Да, стрельба из лука. Он устроил им испытание, экзамен. Он на дереве поместил птицу, но как это будет по-английски? имитацию, искусственную птицу. Искусственную птицу поместил на ветку, посадил на ветку и попросил всех своих учеников прицелиться в глаз этой искусственной птицы. Вначале он попросил Юдхиштхиру. Он сказал, мы хотим тебя испытать. Каких успехов ты достиг в искусстве стрельбы из лука попытайся пронзить глаз птицы, сидящей на ветке дерева. Да? Да? Что ты видишь? Я вижу птицу. Что-то еще ты видишь, да? Дерево. Что-то еще видишь? Да? Я вижу вас всех. Положи лук в сторону и ступай. И таким образом другие также были подвергнуты испытания их просили нацелиться, прицелиться в глаз птицы. Все они говорили, испытуемые, да, я вижу птицу. Ты нацелился на птицу? Да. Что ты видишь? Я вижу птицу. Всю птицу? Да, всю птицу. Что-то больше? Да, ветку. Видишь? Да, вижу ветку. Клади лук в сторону, уходи. Таким образом, несколько других попыток. Очередь дошла до Арджуны. Арджун, ты должен поразить глаз птицы. Да, я готов. Направь стрелу. Что ты видишь? Я вижу птицу. Ничего больше? Нет. Дерево тоже не видишь? Нет. Ты видишь всю птицу? Нет. Что ты видишь? Глаз птицы. Ты больше ничего не в состоянии видеть? Нет ничего. Я вижу лишь глаз птицы. Я не в состоянии видеть ничего другого. Да. Стреляй. Стреляй. Таким должно быть состояние в нашем случае. Исключительно удовлетворение Кришны и не что другое. Его удовлетворение. Никакие иные явления мы не будем признавать и видеть. Таков случай гопи. Единственное что они знают интерес Кришны. Они даже не видят всю птицу. подлинный интерес. Речь должна идти о подлинном интересе Кришны. Не в физическом смысле. Интерес Кришны внешне может быть представлен где-то в другом месте. И тогда это место должно быть нашей целью. Он говорит Уддаве. Уддава, ты мой любимец. Даже Брама, Шива, мой старший брат Баладев, Лакшми-деви, моё тело, даже моё тело не столь дорого мне, любимо мной, как ты любим мной, Уддава. Это также следует признавать. Кришна объясняет, кто Он. И Он не есть нечто статичное, перманентное, застывшее. Он живой, Он изменяется. Вопрос в том, где Он и где Его интересы. Кто их представляет? Мы должны это понять. В целом, Арчан. Арчан. Атма-мат-сева. То, что любимо мной, я буду предлагать моему владыке. Это одна разновидность. Всё, что мной любимо, что-то очень сладкое. Если есть что-то очень сладкое, я дам эту сладость Ему. И если я знаю, что нечто очень любимо моим Господом, я предложу Ему это нечто, а потом приму Прасадом. Атма-мат-сева аль-шастра-мат или то, что Писания говорят, они заявляют, нечто, некое явление очень любимо им. Я буду предлагать это явление Ему. Затем, возможно, такой вариант. То, о чем Меня просят Гуру и Высшие преданные, они говорят, предлагай Ему это. Даже иногда пренебрегая указаниями шастра, мы можем предлагать Господу избранное явление. Служение может быть различных типов. Существует классификация, градация. Как мы должны служить нашему Владыке? Что удовлетворяет Меня? Или то, что удовлетворяет Его, радует Его и записано в Священных Писаниях? Или то, что предлагают мои вышестоящие авторитеты, гурудев или старшие вайшнавы? Кто? Бхаргава Прабху. Да, Бхаргава. У тебя есть какие-то мысли, соображения? Когда мы пришли к Свами Махараджу, то в наших сердцах жил такой элемент, как элемент самопредания и доверия. Самопредание? Да. Вы хотели вручить себя, отдать себя Свами Махараджу? Да. Считаете ли вы, что вы поняли его Свами Махараджа вполне истерпывающим образом? Нет. На определенном этапе я утратил веру, говорит собеседник. Насколько вы были в состоянии его понять, вы вручили себя этой концепции истины. Не правда ли? Да. Хорошо. Теперь? Что теперь? В чем состоит различие? Что изменилось? я чувствую и другие чувствуют. Что? Я чувствую в сердце. Да. По правде говорю. Хотя это не очень приятно слышать. Насколько его состояние понять? Я чувствую себя обманутым, говорит собеседник. Вы можете следовать этой линии в этом направлении, следуя вашему видению. и так же важна искренность. У вас есть ответственность идти дальше. Насколько вы будете в состоянии понимать путь истины, вы будете делать это. Идти им. Должны это делать. идти к цели, идти к идеалу. Идти к цели, к идеалу. трудности в понимании. Когда чистое видение пути замутняется, вы должны обращаться за советом к друзьям, духовно братьям, и они помогут нам понять, насколько это произойдет, вы будете продолжать ваш путь. И должны это делать. речь идет о внутреннем побуждении, а не о внешнем обязательстве. Внешние обязательства могут быть мы обязаны нашим друзьям, но не в полной мере, лишь до известной степени. к нашему внутреннему пониманию, сознанию, ему должно быть предоставлено право решать, право выбирать. Тогда как наши обязательства перед дружеским кругом, кругом друзей, лишь до известной степени. Мы должны быть терпимы, но двигаться мы будем в соответствии с диктатом внутреннего голоса. Он есть. Он повсюду. Он также и в моем сердце. Он повсюду. Я должен установить свое с ним, отбросить эго, искать его, это главный капитал садху, благочестивого человека, влюгиозного человека, преданного. Я хочу Господа и Господь повсюду. Он полон сочувствия, стремится вытащить меня из этой грязи. Я искренен в моем поиске. Он также не холоден. Он еще более искренен, полон горячего желания, нежели я вернуть меня, желание вернуть меня в свое царство, в свою семью. садху. о поиске высшего сознания, высшей любви, высшего сочувствия, высшего сентимента, чувства. Мой путь устремлен туда. И я не должен падать духом, сталкиваясь с рождественными обстоятельствами. Бог помогает тем, кто помогает себе. Если мы действительно хотим помочь себе, то мы можем, то Он будет нисходить тысячи раз, будет полон желания спасти меня. Я обращаюсь не к мертвой материи, но к любящему другу, Отцу, Хранителю. Харь. 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 Бывают периоды, когда мы чувствуем, что Кришна не касается нашей жизни, Его нет в нашей жизни. Так продолжается долго. Это долгие периоды. Конечно. Терпение. Вопады Шамрите, согласно советам Махапрабху, Рупа Госвами даровал нам эту шлоку, какой должна быть наша плата за проезд. Путешествие. Капитал, с помощью которого мы можем совершить путешествие. Уцага энтузиазм. Уцага энтузиазм. Нишчаят. Чистая вера. Дхарият. Терпение. Настойчивость. Настойчиво идти вперёд, следуя этой программе. То есть шраван киртан и так далее. От нас требуется совершать, следовать ей. И мы должны отвергнуть общество людей враждебных преданностей, враждебных Богу. И мы постараемся принять чувства, сентименты, усвоить образ мыслей высших личностей. То есть речь идёт об общении садву с преданными. И о том, чтобы отвергнуть общество людей враждебных преданностей, мы должны продолжать следовать этой программе по направлению к безграничному. И так мы сумеем найти его повсюду и во всём. А если я отстраняюсь от преданных и преданностей, я оказываюсь во тьме. Если мы следуем подлинному пути, и наше движение прекращается и останавливается, то мы чувствуем себя ужасно. Неосознанно мы стремимся в Царство Бога. Такова природа безграничного. Иногда он будет казаться очень близко, близок к нам. А иногда мы будем чувствовать, иду ли я в верном направлении. А в следующий момент мне будет казаться, нет-нет, со мной всё в порядке. Его игра стоит за всем этим. Столь многие явления будут приходить к нам. Но всегда общество подлинных преданных – это самый важный фактор. В отсутствие этого общения к нам на помощь приходят писания, слова и мысли преданных. в них состоит наше утешение, капитал. Всё и вся то, что питает нас. Святые книги и святые личности. Мы должны думать о себе, как о бесконечно малых существах, которые стремятся к безграничному. Подлинный саду для нас нечто конкретное, реальное. Всё остальное, в большей или меньшей степени австрактное, но саду – это нечто конкретное. В его сердце мы найдём существование, чувств, исполненных Бога сознанием, нечто осязаемое. Сознание Бога в нём. Мы можем разговаривать, мы можем делиться. Для нас то будет нечто осязаемое. Сознание Бога, живущее в его сердце, в сердце преданного. А иначе эта реальность остаётся абстракцией. Мой ум постоянно обеспокоен, когда я вижу существование. Я сам ничто и никто, но когда я вижу псевдо-садху… Что? Мой ум обеспокоен, когда я вижу псевдо-садху, которые якобы представляют Кришну и учения Кришны. Вы должны молиться Ему, насколько это в ваших силах, чтобы обрести реальную помощь реального садху. Когда подобная милость будет пролита свыше, тогда я обрету общество подлинного садху, подлинного друга, который поможет мне идти к цели. Это наш великий капитал богатства. Иметь партнёра, буквально, друга-спутника на пути к Божественному, который разделяет наш интерес. Находиться в обществе такого человека – великое достижение. Временами мы будем измерять от обратного. Имеется в виду, если я оставлю эту кампанию, то этот поиск… Буду я ли удовлетворён миром смерти? Хочу ли я этого? Нет, нет, никогда. Получу ли я это явление? Обрету ли я это явление или нет? Но у меня нет иной альтернативы, кроме как идти вперёд. Господу, согласно моим представлениям о Нём. Я не в силах отступить назад.